Так называемые армянские ученые сегодня все чаще Предпринимают попытки представить фотографии и документы Относящиеся к геноциду азербайджанского народа в марте-апреле 1918 года Как свидетельство резни якобы учиненной азербайджанцами над армянским населением Безусловно эти попытки обречены на провал Так как исторические факты свидетельствуют именно жестокости армянских националистов В отношении мирного азербайджанского населения Всего в результате геноцида, осуществленного армянскими националистами За все время на территории Азербайджана, как северного, так и южного Было вырезано около 700 тысяч человек Первая чрезвычайная следственная комиссия по расследованию этих преступлений Была создана 15 июля 1918 года То есть буквально через 3,5 месяца после матовского геноцида в Баку Проводя колоссальную работу по розыску и допросу свидетелей и подготовке соответствующих документов К концу мая 1919 года комиссия почти завершила следственную часть своей работы К августу 1919 года материалы дела составляли 36 томов и 3500 страниц Из них 6 томов 740 страниц отражали насильственные акты Произведенные над мусульманским населением города Баку и его окрестностей По данным комиссии в результате мартовского геноцида 1918 года Только в Баку было истреблено около 10 тысяч ни в чем не повинных людей Большинство из которых азербайджанцы Армянские националисты 3 месяца готовились к этому массовому преступлению В показаниях очевидцев, собранных членами чрезвычайно-следственной комиссии Отмечается, что уже с января в разных частях города армянами Велась провокационная стрельба по мусульманским кварталам Параллельно шел процесс целенаправленного вооружения армянского населения Кавказа Большевиками бакинским армянам выделялись оружие, боеприпасы А также средства на закупку вооружения, которое было приобретено за бесценок у русских солдат Возвращавшихся на родину в результате ликвидации Кавказского фронта По сведениям очевидцев, огнестрельным оружием запасались в каждой армянской семье Пропаганду, так сказать, среди своих, вели члены партии Дашнак Цетюн Как открытые, так и скрытые, законспирированные большевики Дашнаки примкнули к большевикам не по политическим убеждениям А в погоне за собственными незаменными интересами За счет территории Азербайджана они пытались осуществить свои планы По так называемому воссозданию мифической Великой Армении Премьер-министр Дашнакской Армении Аванес Каджазуни в своих воспоминаниях Отмечал, что действия Дашнак Цетюн явились следствием их политических планов Планов по созданию утопического армянского государства Так называемой Великой Армении За неделю до мартовской резни партия Дашнак Цетюн заявила о необходимости захвата власти в Баку Серьезным препятствием на пути создание пресловутой Великой Армении Могло стать набирающей обороты национальной движения в Азербайджане Замышляя мартовскую резню, они ставили перед собой цель его полного искоренения Вместе с мусульманским населением С этой целью в Баку было дислоцировано около 7 тысяч армянских солдат Кроме того, 10-12 тысячная армия, созданная под названием Красной Гвардии На 70% состояла из армян Специальная пропагандистская работа велась в Каспийской флотилии В Шамахе и Мугане были созданы запасные антинациональные вооруженные отряды Которые, не дожидаясь запланированного на март геноцида Открыто противостояли коренному азербайджанскому населению Уверенные в собственной безнаказанности И занимались этнической чисткой Операция по уничтожению мирного азербайджанского населения Была спланирована в феврале По воспоминаниям активного участника этих событий Большевика и Дашнака Астриянца Именно тогда Татавус Амирян объявил армянским националистам Основные детали операции Сигнал к началу дал Степан Шаумиан Азербайджанское население Баку оказалось в ловушке С одной стороны им противостояли большевики Желающие оторвать свой кусок от лакомого пирога Бакинской нефти А с другой Дашнаки Которые мечтали полностью искоренить коренное население Чтобы освободить территории под свою мифическую Армению Объединение этих двух сил посредством Шаумяна и его сподвижников в Бакинском совете Предопределило характер трагедии Факты свидетельствуют о том, что почти все армяне в Баку знали о готовящейся резне По сведениям членов чрезвычайно-следственной комиссии Клуге За несколько дней до резни почти все армяне переехали из мусульманской части города в христианскую Чтобы начать массовое убийство, нужен был подходящий повод И власти Баксовета сами его инициировали Они заявили о необходимости разоружить судно «Эвелина», на котором офицеры мусульманского полка доставили в Баку тело сына азербайджанского миллионера-мецената Гаджизейна Лабдина Тагиева Момент Тагиев погиб в Лянькаране в бою с антинациональными бандформированиями Вместе с тем, по свидетельству самого Степана Шаумяна, армяне распустили среди Русского национального совета, Каспийских матросов, партии СРВ и меньшевиков Слух о том, что якобы азербайджанские офицеры получили задание уничтожить русско-малаканские села в Мугане Провокация сработала Все антиазербайджанские политические и военные силы в Баку выступили за разоружение «Эвелины» По показаниям очевидца событий Александра Науновича Квасняка, армяне стали распускать в городе слухи, что мусульмане со своей дикой дивизией в ближайшем будущем начнут вырезать все христианское население Сразу вслед за этим, 30 марта, в срочном порядке был создан Революционный комитет обороны города Баку и его районов По инициативе Революционного комитета обороны была задержана отправка «Эвелины», а офицеры на пароходе были разоружены Тогда мусульманское население, опасавшееся агрессивно настроенных армян, потребовало возвращения офицерам их оружия Представители мусульманского национального комитета, увидев какой серьезный оборот приняла ситуация, прибыли в Революционный комитет и просили вернуть офицерам мусульманского корпуса отобранное оружие Чтобы временно успокоить страсть и таким образом выиграть еще несколько часов для подготовки массовой резни, Степан Шаумян обещал возвратить оружие офицерам мусульманского корпуса Как по заказу, в процессе переговоров поступила информация о провокационном обстреле конного отряда Красной Армии Лидеры большевиков немедленно обвинили в инциденте азербайджанцев, хотя, по мнению очевидцев, это была провокация армянских националистов, которой Шаумян немедленно воспользовался 30 марта в 5 часов вечера в Баку раздались первые залпы Для бомбардировки мусульманских кварталов использовались аэропланы А два корабля Каспийской флотилии обстреливали их с моря В занятых армянами азербайджанских кварталах происходили грабежи и убийства мирных мусульман, в том числе женщин и детей Очевидцы событий отмечали, что среди нападавших были большевистские фронтовые солдаты, наступавшие по всем правилам войны А за каждым большим отрядом следовал маленький отряд из армян численностью в 5-10 человек Они все были одеты в солдатскую или в полусолдатскую форму с пантратажами в три и больше рядов С винтовками, револьверами и кинжалами Среди членов этих маленьких военных отрядов жители Баку выделяли знакомых им гражданских лиц Нефтепромышленников, инженеров, врачей, конторщиков, представителей всех слоев армянского населения Куда проникли идеи Дашнак Цютюн? Армянские националисты должны были прекратить истребление мусульман по требованию 36-го туркестанского полка Который предъявил им ультиматум Однако, по воспоминаниям очевидцев, поджоги домов и убийства азербайджанцев продолжались и после Армяне заявляли, что они прекратят военные действия только по распоряжению партии Дашнак Цютюн Резин мирного азербайджанского населения прекратилось лишь на пятый день Когда улицы оказались сплошь усеяны телами убитых, которые практически все были мусульманами По общим подсчетам, только в течение одной недели в Баку было убито более 12 тысяч человек В основном мусульманское население, большинство из которых мирные жители Точное число погибших в дни мартовских событий установить, конечно же, невозможно Особенно если учесть, что большевистско-дашнакские отряды в первые три дня с начала событий Не позволяли азербайджанцам хоронить своих убитых По воспоминаниям очевидцев, количество убитых было столь велико, что процесс уборки тел с улиц города, дворов и домов Продолжался несколько дней и проводился разными группами лиц Как свидетельствуют собранные через случайно-следственные комиссии документы Трупы мусульман, как в дни событий, так и после, выбрасывались армянами в горящие дома, колодцы и в море Среди собранных чрезвычайно-следственные комиссии документов Наряду с показаниями очевидцев особое место занимают фотографии с телами убитых Эти свидетельства геноцида мирного азербайджанского населения со стороны армянских националистов Сегодня выдаются их же потомками за доказательство так называемого геноцида армян Не имевшего места в истории Но в подобные фальсификации сегодня никто уже не верит Субтитры делал DimaTorzok